Друзья, всем привет! Мы с вами находимся в Дарвинском музее. Может вас немножко удивит интерьер комнаты, в которой я нахожусь, но это наша лаборатория, в которой проходят занятия с микроскопами. Если вы хотите не просто прийти в музей, но и посетить это увлекательное занятие, вы можете посмотреть расписание занятий на нашем сайте. Ну а мы с вами сегодня поговорим об удивительном животном. Вернее, я отвечу сегодня на детский вопрос, чего давно уже не случалось. Я отвечу на вопрос Мирослава, 12 лет. Папа говорит, что Лунтик это аксолотль. Правда ли это? И кто такие аксолотли? Хотелось бы побольше про них узнать. Ну что ж, Мирослава, спасибо за вопрос. Лунтик, наверное, менее мне знаком, чем аксолотль, но я знаю, что существует такой мультяшный персонаж. Он очень необычно выглядит. Он вылупился на Луне, потом попал на землю, нашел здесь массу всяких друзей. Я родился. И действительно, если мы посмотрим на Лунтика, то есть некое сходство с аксолотлем. У него, правда, что-то похожее на две пары ушей по бокам, а еще он фиолетового цвета и покрут шерстью. Это все не свойственно абсолютно аксолотлю. Но чем они однозначно похожи? У них очень милые детские мордочки и такое впечатление, что они все время улыбаются. Так вот, поговорим сегодня с вами о том, кто же такие аксолотли, где они обитают и что интересного у них вообще есть. Такие сверхспособности, о которых мы можем только мечтать. Родина Аксолотли – Мексика. Мексика – это страна, которая находится достаточно на больших высотах. Мексиканское Нагорье. Именно там расположен современный город Мехико. И когда-то в этом месте была целая система озер, в которой жили аксолотли. И хоть Мексика – это страна с таким довольно жарким климатом, но поскольку мы говорим с вами о высоте больше 2000 метров, то неудивительно, что те озера, в которых обитали аксолотли, они были довольно прохладными, и температура там не поднималась выше 20 градусов. И если вода выше этой температуры, то для животного это огромный стресс. Кто такие аксолотли? Аксолотли – это на самом деле личинки такой хвостатой амфибии, которая называется амбистома. Ну а если конкретнее сказать, то это мексиканская амбистома. Взрослое животное живет в воздушной среде, а личинка аксолотли обитает в водной среде. Но интересно то, что аксолотли – это личинка, которая не хочет зарослеть. Потому что действительно ее жизнь в воде оказывается достаточно успешной. Название аксолотли – немножко необычное, наверное, для нашего языка. Все дело в том, что оно происходит из языка ацтеков. Если вы знаете, то у ацтеков было множество богов, и вот в пантеоне богов ацтеков самым важным богом был Кецакуатль. У Кецакуатля был брат. Этот брат имел имя или Ксолотль или Шалотль. В разной транслитерации его по-разному называют. Но, собственно говоря, вот этот брат-близнец Ксолотль превратился в животное, чтобы избежать расправы над ним, и получил название аксолотль. То есть он назван в честь ацтекского божества. И несмотря на то, что это животное с точки зрения ацтеков было божественным, его приспокойненько ели. То есть его вылавливали, использовали в пищу. Ну что, в общем, и неудивительно, почему бы не использовать. Видимо, когда-то этих животных было довольно много в озере. Они довольно приличных размеров. Взрослый аксолотль, если так можно сказать, поскольку все-таки это личинка, он достигает длину до 30 сантиметров. Но вполне себе такая подходящая еда. Мехико, это тот город, который находится в эпицентре жизни аксолотлей. Это очень большой город. Там даже на 2017 год жило больше 9 миллионов человек. И, конечно, среда, в которой обитали аксолотли, она очень сильно изменилась. Вообще, на самом деле, даже во времена ацтеков эта среда подвергалась довольно серьезным изменениям. И то самое озеро, в котором сейчас еще встречаются аксолотли в дикой природе, это озеро называется Сочемелька, оно очень сильно было человеком изменено. Фактически оно превратилось в систему каналов. Это несколько напоминает европейскую Венецию, которая, наверное, больше нам знакома. Этими каналами люди пользовались для орошения своих сельскохозяйственных различных полей, а также использовали каналы для того, чтобы передвигаться, как этот транспортный путь. И в результате к чему это привело? Привело это к тому, что вода была довольно сильно загрязнена. И, конечно, жизнь аксолотлей в такой среде стала не слишком-то благоприятной. И надо сказать, что сейчас в Мексике аксолотли находится под угрозой исчезновение. Ученые оценивают популяцию аксолотлей в число примерно от 500 до 1000 особей. И это крайне низкая численность популяции, которая действительно ставит их существование на Земле, по крайней мере, в условиях дикой природы, под угрозу. Но если в дикой природе аксолотлей осталось совсем мало, то в условиях неволи этих животных сейчас содержится довольно много. Точно оценить, конечно, это количество невозможно, но оценивается оно порядка миллиона особей. Миллион особей живет неволе на всех практически континентах, кроме Антарктиды. Почему? Ну, потому что, во-первых, аксолотли – это одно из самых популярных лабораторных животных. И почему мы с вами поговорим немножко позже. А кроме того, аксолотль – это животное, которое заводят и дома в качестве такого домашнего питомца в аквариумах. Правда, содержать аксолотли и дома не так-то просто, поскольку мы с вами выяснили, что животное – это холодноводное, а создать подходящие условия в квартире не так-то легко. Потому что, действительно, если температура воды поднимается выше 20 градусов, для аксолотля – это огромный стресс. Это приводит, в том числе, и к снижению кислорода, его концентрации в воде. И это, в свою очередь, может привести к его гибели. Ну, ладно, что-то я увлеклась. Давайте мы все-таки посмотрим на аксолотли внимательно. Увидим, какие интересные особенности есть у этого животного. Ну, во-первых, обратите внимание, что чаще всего в неволе мы встречаем такую форму аксолотли, которая практически лишена пигментации. У аксолотли пигментированы только глаза. Они достаточно темные, хотя и небольшие. А кожа его не имеет пигмента. Она светлая, такая полупрозрачная. У него есть три пары жабер наружных, которые такими перистыми выростами мы видим по бокам головы. Голова довольно большая, а вот лапки маленькие и малоразвитые, но в воде ему это абсолютно не мешает. И еще у него есть гребень, который тянется прямо от головы и до кончика хвоста. Еще есть ощущение, что аксолотли действительно все время улыбается, потому что у него такой широкий рот. И вот если вы на него посмотрите, то ощущение, что животное все время находится в таком прекрасном расположении духа. Кроме того, аксолотли это животное хищное и питается оно разными другими мелкими животными. Но если кормить его в условиях аквариума, то кормят аксолотли или кусочками мяса, какими-то нарезанными тонкими полосками, или кусочками рыбы, или мотылем, или насекомыми. Можно кормить его также дождевыми червями. Именно это та пища, которая ему подходит. Ну и в природе он тоже поедает самую разную мелкую жирность, которую может найти в воде. И еще есть у аксолотли одна такая нехорошая привычка. Если рядышком оказывается несколько аксолотлей, то они нередко могут откусывать друг другу, например, конечности. Это самый настоящий каннибализм, несмотря на приятное выражение лица. Оказывается, эти симпатяги являются каннибалами и могут откусывать кусочки от себе подобных. Но, по счастью, у аксолотли есть совершенно потрясающие способности регенерации. И здесь мы можем им только посовидовать. Знаешь, голова отрастет. А это правда? Вот это славно! Никогда больше не стану выращать своих друзей. Аксолотли могут восстанавливать не только утраченные конечности, которые, например, откусили сородичи. Но могут восстанавливать, например, утраченный глаз. И оказалось, что они даже в экспериментах выяснилось, что они могут даже восстанавливать части сердечной мышцы и части мозга. Не самые важные, но тем не менее, все-таки тоже. Согласитесь, что это просто фантастические способности. И поэтому не случайно аксолотли такие популярные животные для лабораторных исследований. Потому что, конечно, их способности к регенерации, они для человека необычайно интересны. И может быть, то, что мы узнаем об аксолотлях, поможет впоследствии человеку восстанавливать какие-то органы больные или утраченные конечности, ну или хотя бы пальцы. Почему бы нет? Такое может быть вполне возможно. Почему аксолотль не хочет взрослеть? Как такое может произойти? Есть разные версии. Есть версия, что те места, где в природе обитает обычно аксолотль, содержат очень мало йода в окружающей среде. И при недостатке йода не вырабатывается гормон тероксин, который необходим для взросления. То есть без этого гормона, без тероксина, который вырабатывается щитовидной железой, не может произойти метаморфоз. То есть животное не может повзрослеть, и оно остается все время в таком вечно юном возрасте. Можно искусственно заставить аксолотль повзрослеть и превратиться во взрослую амбистому. Для этого можно, например, подмешать тероксин ему в пищу или сделать инъекцию тероксина. И тогда аксолотль захочет покинуть свою водную среду и отправиться жить на суше. У него пропадут наружные жабры, он станет дышать легкими, а также через кожу. Но это не единственное изменение, которое происходит с его организмом. И, пожалуй, самое печальное, что аксолотль утрачивает свои сверхспособности к регенерации. Регенерация по-прежнему у него, конечно, возможна, но абсолютно не в таких масштабах, как она возможна у личинки, у аксолотля. Кроме того, катастрофически снижается продолжительность жизни. Как правило, аксолотль, у которого произошел метаморфоз, который превратился во взрослую амбистому, после своего метаморфоза уже долго не живет. Чем же интересна эта личинка? Это личинка, которая способна на личиночной стадии размножаться. Такое явление называется неотении. Кстати, многие ученые считают, что эволюция человека также не обошлась без этого удивительного явления неотении. И что у людей, даже во взрослой стадии, и в их поведении, и в их анатомии присутствуют некие детские черты. Так вот, вернемся к нашим аксолотлям. Аксолотли откладывают яйца, причем происходит это очень интересно. В тот период, когда самцы ухаживают за самками, они выполняют очень своеобразный такой танец. Они двигаются кругами друг вокруг друга. Затем самец выпускает из своей клаки сперматофор. Это сперматозоиды, определенным образом упакованные в виде такой пирамидки. Затем самка приближается своей клоакой к этому сперматофору и захватывает ее клоакой. И таким образом происходит внутреннее оплодотворение. Через буквально сутки или двое самка откладывает икринки. Икринки у аксолотлий очень большие. Они достигают размера, ну, примерно горошины. И причем, в отличие, например, от других амфибий, таких как лягушки, они не откладывают икринки кладкой, а откладывают икринки по отдельности. Икринок может быть от 100 до 300. И самка эти икринки прикрепляет на какой-то субстрат или на какие-то части водных растений. Развитие личинок идет примерно в течение двух недель. И вот через две недели из этой икринки-горошинки выходит уже вполне сформировавшееся маленькое животное, маленький аксолотль, абсолютно самостоятельный. Ему не требуется уже никакой заботы родительской. Ну, а дальше он ест, растет, взрослеет, но при этом все равно остается ребенком. И где-то через год примерно он уже готов к размножению. Вот такое вот интересное явление, когда действительно животное, не достигнув вроде бы взрослой стадии, тем не менее способно размножаться, причем гораздо успешнее, чем взрослые амбистомы. Интересна также система генов, которая существует у этих животных. Оказалось, ну, поскольку это известное такое и очень популярное лабораторное животное, то его геном был в 2018 году секвенирован, и оказалось, что у аксолотля просто огромный геном. Он составляет 32 миллиарда пар оснований. Для сравнения, геном человека примерно в 10 раз меньше. Это интересно тем, что количество белков на самом деле у нас сопоставимое. То есть у аксолотля лишь немного больше. У нас где-то порядка 20 тысяч различных белков кодируют наши гены, и у них порядка 23 тысяч. То есть разница не такая колоссальная. И связано это с тем, что у аксолотлей в их геноме некоторые последовательности много раз повторяются. Такие вот повторы существуют. Кто знает, может быть, и здесь сокрыта та самая тайна, которая позволяет аксолотлям таким удивительным образом регенерировать разные части своего организма. Как же произошло вот то самое удивительное событие, когда аксолотли вдруг стали популярными лабораторными животными. Произошло это очень интересно. В 1863 году 34 аксолотли из Мексики, из Мехико, были привезены в Музей естественной истории в Париже. И 6 животных были помещены в пруду. И каково же было удивление директора Музея естественной истории в Париже Аюста Дюмериле, когда вдруг он увидел, что вместо тех самых аксолотлей, которых он поместил в пруд, на берег выползла самая настоящая амбистома. А надо сказать, что в то время было непонятно еще, что амбистома и аксолотли это одно и то же животное, только взрослая стадия и личиночная стадия. Эти животные были описаны как совершенно разные виды. И, собственно говоря, вот с этого момента очень активно стали животные изучаться. И буквально в течение 10 лет они оказались буквально по всему миру, во всех странах, включая США. В 1870-х годах они уже были практически везде. Действительно, это животное достойно такого интереса к себе, поскольку его способности совершенно потрясающие. Сколько живет аксолотли? Это очень интересный вопрос, потому что в зависимости от условий он может жить разное количество лет. Как правило, в лабораторных условиях он живет где-то 5-6 лет. Но известны случаи, когда, например, в условиях дикой природы аксолотли живут 10-15, а по некоторым источникам даже и до 20 лет. Но создать, видимо, совершенно подходящее условие в неволе для этого животного очень сложно. Поэтому продолжительность жизни аксолотли в неволе значительно меньше. Но амбистома, если все-таки аксолотль проходит процесс метаморфоза, а процесс этот очень энергозатратный, то, как правило, вскоре после этого она погибает. То есть ее жизнь уже становится совсем непродолжительной. Но проблема в чем состоит? Вроде бы их сейчас в неволе много, их больше миллиона особей. В природной среде их мало. Но проблема в том, что вот этот миллион особей, который живет сейчас в условиях разных лабораторий или как домашнее животное, это все потомки тех самых 34 особей, которые когда-то были проведены в Париж в Музее естественной истории. И когда животных какого-либо вида так мало, это опасно вырождением, потому что их генетическое разнообразие катастрофически сокращается. И, соответственно, если появляются какие-то вредные мутации, очень высока вероятность, что они придадутся большому количеству потомков, и это приведет к снижению жизнеспособности этих животных. То есть, к сожалению, до сих пор мы не можем сказать, что несмотря на огромное количество аксолотлей в условиях неволи, это животное совершенно не подвергается никакой опасности. Подвергается. Потому что действительно все эти животные являются потомками очень-очень ограниченной группы особей, которая когда-то была изъята из природы. И тем не менее, все-таки мы надеемся, что эти милые улыбашки будут продолжать жить. Их, кстати, сейчас разводят на фермах специальных в Мехико. И есть надежда, что все-таки со временем людям удастся привести озеро Сочимилька в более какой-то экологически пригодный для аксолотлей вид, очистить его воды и сделать так, чтобы аксолотли продолжали еще многие-многие годы жить в этом озере и радовать нас своими милыми улыбками. Ну что ж, друзья, на этом, пожалуй, все. Спасибо еще раз тебе, Мирослава, за прекрасный вопрос. Друзья, не забывайте нам писать свои вопросы в комментариях. А если видео вам понравилось, конечно, не забудьте поставить лайк. Мы ждем вас в музее, мы всегда рады вас видеть. До новых встреч, всем хорошего дня! Дети производят детей. Братик, нет проблем, вот все, счастливо. Они одновременно будут внуки, дедушки, бабушки, братья, сестры и все прочие. Все родственники в одном лице, да. Нет, ну очень интересная система на самом деле. И позволяют аксолотлим сохранять регенерацию, именно их ювенильность. И, кстати, до сих пор там существуют разные исследования, почему так происходит, не совсем понятно. Было одно исследование, когда считали, что у них, вот у нас в иммунитете есть клетки-макрофаги, которые способны съедать всякие материальные клетки и все прочие. Вот, что именно благодаря работе макрофагов у них так происходит. У них не происходит рубцевания тканей. То есть у них, например, они утратили конечность, да. И у них на этом месте не возникает рубцовая ткань, вот этот вот рубец, да. А у них начинают там очень активно, своловые клетки, они начинают развиваться. И да, появляются новые, они даже позвоночник могут отрастить. Пожалуйста, глаз новый, да, ради бога. А что у них откусить? Чтобы не выросло, да. Как можно его съесть так, чтобы его отпустить, дальше иди добавить. Часть мозга, часть мозга могут восстановить. Это вообще потрясающе. Вот у нее откусили лапку, она появилась. Насколько она отличается от исхода? Никак не отличается. А у ящериц не регенерирует хвост целиком, да. Он все равно становится меньше, он немножко другой формы. А здесь абсолютная просто регенерация. Абсолютная восстановление. Даже позвонки восстанавливаются. То есть, если там откусывают, например, там кусок хвоста, да, с позвоночником. Конечно, можешь только позавидовать. Мне тут уже обозвали рептилоидом, ну ладно.